Добрый день, дорогие мои подписчики! Сегодня я хочу показать вам масло. Мы наконец-то нашли в магазине настоящее масло. Сейчас мы вам покажем его и проверим. Вы увидите, что это настоящее масло. Это то масло, которое было когда-то, еще в моем детстве, во времена Советского Союза. А мне уже более чем 50 лет. После того момента я масла такого не видела. Сейчас я вам покажу, чтобы вы увидели, какое масло. Вот это в наших магазинах и рядом. Видите, это масло намного светлее. Вот натуральное масло. Оно действительно натуральное. Ну, а сюда добавляют краситель. Сейчас мы проверим и то, и то, и вы увидите, и убедитесь, что все-таки в наших магазинах не во всех, в основном все продают фальсификат, но вот одно масло со всего времени, сколько времени мы ищем это все, наконец-то мы нашли нормальное натуральное масло. Я все понимаю, что масло это то, что сделано своими руками. Помещаем в кастрюльку и будем разогревать. Подготовили два стаканчика, куда зальем уже топленое масло. Сливаем одно же масло. Сливаем стаканчик. На кастрюльке что-то есть непонятно. А настоящее масло, оно даже топится. Не брызг, не брызгает. Это, чтобы вы понимали, я поставила на большой огонь. Мы когда-то на настоящем масле даже колбасу жарили. Сейчас попробуйте пожарить. Оно в основном течет. Растопили второй образец, который мы думаем, что это натуральное масло, что это именно масло. Но посмотрим на него. Видите, абсолютно разное. Сейчас я вам ближе покажу. Я вижу, что абсолютно разное. Там уже застывает. И в кастрюльке, кстати, нет никаких белых образований. Там, где мы думали, что абсолютно было не сливки на кастрюльке. Видите, вот это то масло. Что мы подозреваем, что это фальсификат. А это масло. Оно еще теплое, но здесь корочки не образуются. Если посмотреть сверху, это масло. Мы думаем, что это, посмотрим после холодильника. Думаем, что это натуральное масло. А это мы думаем, что это фальсификат. Сейчас после холодильника мы это все увидим. Видите, какое получилось то, что нам продают в магазине и называют маслом. Это получается как топленое. Мы уже видим, как топленое масло. Все уходит в холодильник. Оба образца идут в холодильник на 5-10 минут. Достали топленое масло с холодильника. Это первый вариант. Получился это вот второй. Сейчас мы посмотрим. Это то, что мы думали, что это масло. Оно более светлое. Это мы думаем фальсификат. Так, смотрим на первый. Тот, который фальсификат. Тот, что мы думаем. Фальсификат. Значит, мы видим, как прекрасно разложилось по слоям. Разделилось. Вот видно. Вот это вот однообразная такая суспензия, которая уже стала у нас каким-то слой. Попробуем достать. Достать получилось. Вот стаканчик чистый. Там такое вроде бы как в солидоле замазан. Вот такая какая-то. А здесь даже слышно, как стучит. Как лед. Вот такое вот. Абсолютно не масло. Здесь абсолютно даже нет. Некоторые бросают хоть 5% сливок. А здесь даже нет и 5%. Здесь, наверное, нет и процента сливок натуральных. Вот чем нас кормят наши производители. Видите? Все равномерное такое. Вот. Абсолютно не масло. Друзья, второй образец, который мы думали, что это масло. Оно и на вкус как масло. Вот, посмотрите. Оно более мягкое, но со стакана мы его достать не могли одним куском. То есть оно более мягкое, такое как топленое масло. Ну, крупинками. Крупинками, как топленое масло. Сейчас покажу его. Переверну. Здесь мы видим то, что у нас пригорало немножко в кастрюльке. Вот мы видим сливки и запах. Слышен действительно сливок. А главное, что на вкус вот такое, как вот неприятное топленое масло, как когда-то было. Это я. Я просто помню такие. Так, и хочу показать вот эти вот крупинки. Если камера увидит, оно... Нет? Ну, я его вижу, друзья. Это крупинками вот такое вот топленое мягкое масло. Немножко постояло и уже растаяло. Да? Уже начинает расставать. Вот это. А это, как было, таким вот однообразным, одним куском. Вот. И разные слои. Светлый переходит в темный и опять светлый. Здесь же слой один. Вот и очевидная разница. Масло и фальсификат. Используйся. Ну, отец. Отец. Очень Во��. Спасибо. Вот.